Всем привет, дорогие друзья! Вы, как всегда, на канале Кулинарная Тема, и сегодня, ребята, у нас новый рецепт, и сегодня я приготовлю сливочные крылышки. Рецепт этот очень простой, готовится быстро, буквально полчасика, и у вас будет вот такое блюдо. Гарнир я сегодня готовить не буду, гарнир уже, ребята, выбирайте сами на свой вкус. Сюда отлично подойдут макароны, рис, гречка, да все что угодно. Понадобятся нам сегодня следующие ингредиенты, это, конечно же, куриные крылышки, потому что готовить мы будем их. Также грибы, я взял вешенки, потому что у них более такой, знаете, насыщенный грибной вкус, и они очень будут красиво с этим длинным крылом смотреться. Вы можете взять, конечно же, шампиньоны, никто не запрещает. Также нам понадобится репчатый лук, чеснок, какая-то зеленуха у меня, петрушка. Сливки я беру 10% жирные, не обязательно сюда брать. И также соль, перец. Начну я с крылышек, потому что они пойдут обжариваться в первую очередь. Смотрите, ребят, у крыла есть три фаланги. Это плечо, вот это вот, между крылья, и вот эта вот конечная часть. Я буду делить его на три части по суставу. Раз, по суставу. Здесь ищем. Два. Вот такие вот три части у меня получаются. Вот эту часть я использовать не буду в этом рецепте, но оставлю их на бульон. Без каких-либо усилий находим сустав и прорезаем вот так. Блюдо это, друзья, на каждый день. Его можно кушать и два дня, и три дня. Сварили, допустим, гречки. Пришли с работы и спокойно покушали. Это очень практично и очень вкусно. Чтобы не тратить время, ставим сковородку разогреваться, так как крылышки у нас пока будут обжариваться, пока мы будем делать следующие манипуляции. Духовку я разогреваю, пока ставлю на максимум, но нам нужно будет где-то градусов 180-200. Наливаем оливковое масло, ну или любое растительное, какое вам больше нравится. Пока масло греется, можно подготовить грибы. С вешенками я поступаю следующим образом. Я их никогда не режу. Я беру их и нарываю вот так вот на такие вот большие куски. На две, на три части. Там уже как получится. Такие вот маленькие я оставляю целиком. Это вот можно порвать. Это, соответственно, тоже. И вот так вот нарываем их на какие-то фрагменты. Масло у нас уже прогрелось. Отправляем сюда крылышки. Нам нужно их хорошенечко поджарить. Стараемся выкладывать по одному, чтобы с обоих сторон можно было их хорошенечко поджолотить. Вот как-то так. Дадим поджариться на одной стороне, потом перевернем и поджарим на другой. Пока крылышки обжариваются, можно нарезать лук. Вот так вот на четверть кольцо, я думаю, будет в самый раз. И также чеснок. Чеснок можно вот так вот раздавить и вот так вот покрошить. Прошло где-то в районе пяти минут. Крылышки можно уже перевернуть на другую сторону. Посмотрите, как уже они хорошенько поджарились на одной стороне. Отлично. Посмотрите, какая красивая корочка. Как перевернули, можно сразу немного посолить. Добавить черный перец. И продолжаем обжаривать на второй стороне. Пока есть время, можно нарезать петрушку. Петрушку поделим на две части. Одна часть у нас пойдет в само блюдо, одна часть пойдет для подачи. Мелко рубим. Итак, прошло у нас, друзья, еще пять минут. Крылышки я убираю. Они у нас поджарились. В какую-то емкость. Рецепт этот еще прост тем, что все готовится в одной посуде. В это же вкусное куриное масло с солью, перцем отправляем лук с чесноком. Обжарить нам нужно его до золотистости. Лук с чесноком у нас уже подзолотились. Отправляем сюда грибы. И обжариваем их тоже до состояния такого, когда они нам будут уже нравиться. С лучком их вместе перемешиваем. В отличие от шампиньонов, в вешенках не так много жидкости. То есть, сейчас вы это увидите. Когда они начнут уже приготавливаться, обычно с шампиньонов выделяется очень много воды, а вешенки не такие грибы. Воды в них не так много, поэтому здесь выпаривать ничего не нужно. Нам нужно их только поджарить. Прошла минута, и посмотрите, начала выделяться уже влага, но посмотрите, насколько ее мало. При таком объеме шампиньонов уже все бурлило бы в воде. Они уже становятся мягкими. Немножко еще перемешиваем. Можно чуть приправить. Соль, черный перчик. Добавляем сюда нарезанную петрушку. Еще все перемешиваем. И заливаем все это дело сливками. Немножко протушим наш соус. Буквально 30 секунд, чтобы все у нас разошлось. Возвращаем сюда крылышки. Все хорошо распределяем, перемешиваем. И вот смотрите, как только закипело, сразу же выключаем газ и отправляем все это дело в разогретую духовку до 200 градусов. Запекать будем в районе 15-20 минут по мере приготовления. А вы пока не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, ну и конечно же поделитесь ссылкой с друзьями. Прошло у нас 20 минут, друзья. Блюдо наше готово. Посмотрите, как оно выглядит. Аппетитно и очень красиво. Раза два или три я перемешивал, потому что крылышки запекаются только с одной стороны. И плюс еще сливки пытаются убежать все время, потому что температура большая. Все-таки 200 градусов это немало. Вот так вот еще разочек перемешиваем. И сейчас будем подавать. Да, ребят, такую красоту даже не охота нарушать, если честно. Посмотрите, крылышки очень мягкие. Грибочки, лук подхрустывают прям идеально. При подаче сверху я еще немножко потер сыр и пармезан, посыпал петрушкой, перцем чили. Ребята, я вам скажу, это просто нереально вкусно. С вами был канал Кулинарная Тема. Не забывайте, ребят, подписываться, ставить лайки. Обязательно поделитесь ссылкой с друзьями на этот ролик, чтобы они могли себе приготовить такую же вкусняшку, порадовать своих друзей и близких. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видеоролики. Всем пока, друзья. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!